Добрый вечер, это новости Прима. В студии Давид Ападжан. Коротко о главных событиях дня. Причиной массового отравления красноярских школьников стал норовирус. Детей отправили на дистант. Полицейские ищут красноярского лихача. Оказывается, это он спровоцировал жесткую аварию на Симафорной. В Тадышев парке появится новый мост. Куда он приведет, расскажем через 10 минут. Андрей Поздеев снова в тренде. Фирменный стиль художника перенесли на платки, фартуки и даже шторы. Снегом засыпало краевые трассы. В ГИБДД рекомендуют автомобилистам на летних шинах не выезжать за город. Гололед образовался на маршруте Канск-Абон-Багучаны. Там дежурят сотрудники полиции. На 74-м километре трассы Енисей опрокинулся КАМАЗ, груженный углем. Пострадал 34-летний водитель. Дорожные службы усиленно чистят и подсыпают проезжую часть. В Красноярск снегом на выходных не засыпет. Синоптики обещают плюсовые температуры даже ночью. Но будет сыро и пасмурно. В субботу мокрый снег с дождем от плюс 5 до плюс 9 градусов. И ветер с порывами до 14 метров в секунду. В воскресенье ночью похолодает до плюс 1. Днем плюс 7. Дождь не прекратится. И даже в начале следующей недели ничего не изменится. В понедельник от плюс 1 до плюс 3 и дождь. Истинным виновником вчерашней аварии на Симафорной, где пострадали два человека, оказался лихач на иномарке. Он скрылся с места ДТП. На кадрах видно, что все автомобили едут по своим полосам. Неожиданно появляется серая иномарка, которая виляет по дороге, выскакивает перед красной Маздой и буквально выталкивает ее навстречку. В результате в ДТП разбито 4 машины. Двое пострадавших. Медики их доставили в больницу. Около часа назад стало известно, что полицейские задержали провокатора ДТП, водителя серой иномарки. Ему 18 лет. Он отправлен под арест на 12 суток. Около 500 снимков интимных мест женщин под юбками наделал житель Ачинска. Фотографии нашли у него в телефоне полицейские после того, как задержали мужчину. Извращенец на днях попал в объектив видеорегистратора. Он незаметно снимал женщину, пока та стояла на перекрестке. Вычислить мужчину удалось по уличным камерам. Им оказался 58-летний житель города. Его телефон был полон подобных снимков. Теперь мужчину будут обследовать на вменяемости, проверять, только ли под юбочным фотографированием он промышлял. Норовирус стал причиной массового отравления детей в Красноярске. 56-я школа отправлена на дистанционку. К заболевшим ранее присоединился еще 31 ребенок. Накануне в школе на Ульяновском шли проверки Роспотребнадзора. Они подтвердили распространение инфекции. Официально к медикам пошли 37 детей. Плохо себя чувствовали больше 70. Один младшеклассник в больнице. Данные лабораторных анализов уточнили диагноз – острая кишечная инфекция, вызванная норовирусом. При этом исследования в школьной столовой показали, что санитарных нарушений там не было. И сегодня же стало известно о вспышке в 100-й школе Железногорска. У 46 детей в начальных классах появились боли в животе и другие симптомы. Ученики тоже ушли на дистанционную учебу. Что касается первого лицея в Ветлужанке, там тоже начались проверки. На Матросово перед поворотом на Симофорную появится еще одна полоса для движения. Сейчас там закончен ремонт теплотрассы и на работы заходят дорожники. Надеются успеть до снега и морозов соорудить новую стенку и заасфальтировать съезд, который по расчетам должен избавить этот участок от пробок. Сейчас еще пять коротких новостей. Из-за убийства породистого кота в Минино завели уголовное дело. Умышленное уничтожение имущества. Так звучит статья. На прошлой неделе красноярцы подняли в соцсетях шум, что неизвестный застрелил Мейн-Куна, а полиция якобы не хочет выяснять кто. Кот принадлежал известному тренеру по единоборствам. В парке «Гремячая грива» заблудились две туристки. Их искали спасатели четыре часа до часу ночи. Женщины ушли в дальнюю часть парка и в темноте не смогли выбраться. Тем временем на госзакупках появился заказ на проектирование третьей части парка, которая по размеру будет больше, чем первая и вторая вместе. На восточный вход столбов с 1 ноября можно будет доехать на автобусе 37-го маршрута. О продлении его до комплекса «Гренады» сообщают в мэрии. Там уже оборудована остановка. Причем на рейсе станет больше машин. Пока конечная остановка автобуса в полутора километрах от поворота на гранитный карьер. Врачи больницы скорой помощи так собрали сломанный череп пострадавшему в ДТП, что у него даже не осталось шрамов. Мужчина поступил на операцию со сколочным переломом лба. Оперировали его пять разных специалистов. От нейрохирургов до стоматолога. Сейчас пациент уже готовится к выписке из больницы. Для любителей скандинавской ходьбы скоро появится мобильное приложение. Оно не только будет считать шаги, но и поможет записаться на занятия с тренерами, объединиться в команду с единомышленниками и стать участниками всероссийского соревнования. Приложение делает местный проект «Сибирь шагающая». Полицейские задержали пьяного мужчину, который прыгал по машинам в Солнечном. Все произошло во дворе на улице 60 лет образования СССР. В обзор камеры попала компания мужчин. Один из них с разбега прыгает на капот припаркованной иномарки, а затем спокойно удаляется. Местные вызвали полицейских, которые и отвезли вандала в отдел. 39-летний владелец авто написал заявление. Сам прыгун признал свою вину. Выпивал и, получается, не контролировал свои действия. И разбежался, прыгнул на капот в Киосаране. А с отдельным раскаиваюсь, готов возместить ущерб потерпевшему. В Хакасии непривитым жителям могут запретить ходить в кафе, театры и фитнес-центры. Нужен будет сертификат о вакцине или справка о том, что ты переболел. Такое решение сейчас рассматривают в Хакасском оперштабе. В нашем крае ситуация со статистикой коронавируса тоже становится тревожной. За сутки диагноз подтвердился еще у 405 жителей. 82 в Красноярске, 35 в Минусинске. Умерли 22 человека с диагнозом коронавирус. 351 житель региона смог победить болезнь. На трубе Красноярского цементного завода на высоте почти в 180 метров установили датчики системы контроля. Как выглядят данные о выбросах и что с ними делают в Министерстве экологии края. Наша съемочная группа побывала на производстве с курсом на модернизацию. Вот здесь происходит процесс управления. Пара мониторов, пара глаз и сервер для системы контроля выбросов звучит очень просто. Но на деле это ощутимая модернизация и для предприятия, и для города. На Красноярском цементном заводе все 8 показателей от оксида углерода до количества обычной пыли ежеминутно отображаются в числах, а потом и графиках. Сотрудники могут оперативно влиять на процессы. Например, снижать расход топлива для улучшения экообстановки. Цемент здесь производят мокрым способом. То есть большая часть видимых выбросов это пар. Но даже показатели его объемов тоже видны на экране. Сами датчики находятся на верхотуре. Там лучше всего считаются все показатели и потом уже перенаправляются в компьютеры. Такую систему контроля на заводе запустили на 4 года раньше, чем было предписано. А все ради модернизации в рамках нацпроекта «Экология». Цепочка проста. Данные из створа трубы поступают в Минэкологии края и будут видны на сайте красэкологи.ру. В виде среднесуточных показателей. Цементный завод находится в черте города. И это одно из тех предприятий, за которым особо чутко следят власти. Сегодня автомобиль проекта «Губернаторский контроль» доехал до цехов с экоинспекцией. Зампредседателя правительства края Николай Зуев оценил ход модернизации. Особое внимание губернатор поручил уделить открытости данных. Мы здесь сегодня увидели, что Красноярский цемент действительно инициативно такую систему мониторинга не только внедрил, но и сертифицировал его. Любой гражданин наш может зайти на сайт Министерства экологии и увидеть основные параметры экологические. В феврале этого года руководители крупнейших предприятий города на встрече с губернатором согласились принять дополнительные меры по снижению выбросов, в том числе в период НМУ. В эту систему вложили очень много денег, очень потратили много времени, но мы считаем, что мы поступили правильно. Мы живем здесь и мы тем самым говорим, что мы открыты, мы можем показать, что мы не загрязняем окружающую среду. Установка фильтров еще один шаг. На цементном заводе три печи обжига с электрофильтрами. В прошлом ноябре запущен современный электрофильтр на вращающейся печи номер 5. Очистка обошлась в 223 миллиона рублей, но результат есть. По данным руководства завода, количество пыли в отходящих газах снизилось в разы. Все эти крупные предприятия, которые на слуху, и цемент, и Русал, и СГК, открывают двери при необходимости. Мы можем позволить себе в случае появления сигнала от жителей на горячей линии министерства организовать такую проверку. За прошедший год мы зафиксировали снижение от стационарных источников на 13,8%. Меры по снижению выбросов предприятие продолжит вводить, а главное, ускорять процесс модернизации. Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук, Новости Прима. Картины Андрея Поздеева стали основой для модных принтов в одежде и сувенирах, которые вы наверняка скоро увидите у красноярцев. И это не коммерческая эксплуатация таланта. Так работы автора становятся ближе и понятнее людям. В создании сувениров участвовали представители фонда знаменитого художника. Стильные штучки со смыслом примерила Алена Крашенинникова. Очень в тренде платки. Мне кажется, что это здорово, что каждая из нас может какую-то частичку творчества использовать для себя. Теперь с творчеством можно не только познакомиться, но и привнести его в повседневную жизнь, украсить картинами свой рабочий стол и даже дом. Галерея «Арт-стиль» создала авторскую сувенирную коллекцию по мотивам работы Андрея Поздеева. В итоге получились не просто сувениры, а настоящая выставка искусства знаменитого красноярского художника. Причем доступная каждому и в любое время. У Андрея Геннадьевича Поздеева есть целая серия картин, которые называются «Букеты». У нас есть сувенирные мольбеты с картинами из той же коллекции «Букеты». Магниты акриловые, созданные по картинам. На них также есть обязательно какая-то историческая справка. Его творчество очень характерно. Оно является большущей частью культуры и Красноярского края. И нам бы хотелось популяризировать его творчество. Потому что, как это ни странно, у нас многие гости не знают о его творчестве. Хотя он известный в мировом масштабе художник. Мы считаем, что это очень важно. Это то, что непосредственно каждому человеку, приехавшему, например, в город, захочется увезти с собой. Создатели коллекции уверены, такие сувениры разойдутся далеко за пределы нашего города, а может даже и страны. Кроме того, календари, магниты и даже эко-шоперы с букетами из картин Поздеева познакомят с культурой и молодежь. Каждый из них создан вручную и продуман до мелочей совместно с фондом Андрея Поздеева. Особенно приглянулись краснояркам платки с цветами. И у нас очень хорошо продавались платки. И люди еще приходили, требовали, но у нас уже, к сожалению, уже не было просто. Ну а хит сезона, говорят, календарь, который станет хорошим подарком на Новый год. Это ультрафиолетовая печать у нас на акриле. Каждый месяц разная картина. Они очень отличаются и по настроению, и по цветовой гамме. Мне тоже, как и красноярским, и не только красноярским модницам, приглянулся вот такой цветастый красивый платок. Кстати, на каждом из них есть личное авторство и автограф Андрея Поздеева. Ну а между прочим, кроме платков и тех сувениров и аксессуаров для дома, которые уже есть, люди просят скатерти, скетчбуки и альбомы для рисования, и даже шторы с изображением вот таких вот букетов Поздеева. Но компания пока об этом думает и думает, как это реализовать. Приобрести продукцию можно в художественном салоне Диана, музее-усадьбе Сурикова, гостинице Красноярск, галерея Института искусственного мира и в самом офисе арт-стиль на Красной Армии 10, корпус 3. Алена Крешникова, Илья Гришан. Новости прямо. Два новых рабочих колеса для гидроагрегатов доставлены на Красноярскую ГЭС. Грузовой корабль шел 6000 километров прямиком из Санкт-Петербурга. Замена колес – это часть глобального обновления ГЭС. Она станет надежнее и современнее. Евгений Шиповский побывал на транспортировке. Да, Карское море, вот вышли, вот Карские ворота, а мы через Юрский шар. Здесь прошли, обогнули. 6000 километров прошел теплоход «Зеленга» для того, чтобы доставить важные грузы Санкт-Петербурга. Два рабочих колеса для Красноярской ГЭС. Капитан говорит, в такое дальнее плавание отправились впервые. Почти месяц команда не выходила на берег. Останавливались несколько раз в море из-за штормов и шли дальше. Красноярский команда тоже в первый раз. Первый раз в лесе вообще. Очень понравилась речка. Много впечатлений. Вот так вот через пороги Енисейские перебираемся. В сроки там надо достать груз, чтобы побыстрее, чтобы где можно было постоять. Мы не стояли, где можно было постоять. Например, в тумане шли сутки перед Красноярском. Нет, зимовать будем здесь, мы не успеваем. Там уже в северной части лёд стоит, мы не пройдём потом. Рабочее колесо гидроагрегата диаметром 9 метров сейчас транспортируют с корабля на трал. Весит оно, к слову, практически 245 тонн. Процесс этот трудоёмкий, требует точности, ну а ещё очень много времени. Только на разгрузку уходит несколько часов. Сами посмотрите, как медленно оно поднимается. Рабочее колесо – это важнейшая часть турбины гидроагрегата, благодаря которой в том числе энергия воды преобразуется в электричество. Первые два новых колеса были доставлены на станцию в 2017 году и введены в эксплуатацию спустя год. Турбины с новым оборудованием намного эффективнее старых советских, которые проработали полвека. Отличается как, я не знаю, современный автомобиль от старого автомобиля. Примерно так же. Это новая геометрия, новые возможности, новый станочный парк, новое оборудование, новые технические решения. Изменится то, что за единицу выработки, на единицу мощности будет тратиться меньше энергоносителя, то есть меньше воды. Эффективность станции возрастёт. После того, как одно из двух колёс транспортировали на Трал, его аккуратно везут в машинный зал ГЭС. Но монтаж начнётся в декабре. Впереди серьёзная подготовка к замене. Второе колесо установят только в следующем году. Процесс это очень длительный. Замена проходит в течение полугода. И одномоментно вывезти два гидроагрегата в капитальный ремонт с техпереворужениями реконструкции мы просто не можем. Проект «Новая энергия» направлен на повышение эффективности работы гидростанций. В частности, меняются рабочие колёса на Красноярской ГЭС, меняются гидроагрегаты на Иркутской ГЭС, меняются рабочие колёса на Братской ГЭС. Помимо рабочих колёс, также ещё идёт замена трансформаторов основных. Новые колёса планируют ввести в эксплуатацию уже в начале 2023 года. Затем постепенно заменят ещё четыре. Это важный этап комплексной модернизации ГЭС по программе «Новая энергия», которую запустил основатель «Н-Плюс Групп», промышленник Олег Дерипаска. КПД только одного гидроагрегата с новым оборудованием увеличится на несколько процентов. Разницы хватит, чтобы обеспечить электроэнергией небольшой город. Евгений Шиповский, Степан Майер, Новости Прима. Понтонный мост с подсветкой появится на острове Татышев. Строители показали, как будет выглядеть переправа. Скоро будете гулять по такому вот мостику на озере в Октябрьском сейчас. С парнишками вам его соберём. Потом кайфуйте, наслаждайтесь, гуляйте. Это видео строительная компания опубликовала в ТикТоке. Сам мост сделан из полиуретанового сплава, который выдерживает морозы, поэтому на зиму его убирать не будут. Также он не обвалится, если по нему будет гулять много отдыхающих, обещают строители. К тому же по сторонам будут установлены перила. Завершатся работы в ноябре. Кроме возведения моста, планируется благоустроить всю территорию озера, сделать спортивную площадку, причал, зоны отдыха с лавочками и гамаками. А ещё семь смотровых на острове. На проект выделено 72 миллиона рублей. Живописные автобусы появились на дорогах края. Зачем украшать транспорт и куда он везёт? В сюжете далее. Голубое небо, могучие горы и чистые реки. Пейзажи природного парка Ергаки можно увидеть прямо в городе. На дорогах Красноярского края появились автобусы междугороднего следования с символикой бренда «Енисейская Сибирь». Они курсируют из Красноярска в Загорье, Тосеево и Шушенское. В южном направлении двигаются автобусы, украшенные видами парка Ергаки. На север же с изображением Енисейска. Наши туроператоры активно уже несколько лет раздавивают эти межрегиональные маршруты. Например, из Красноярска к центру Азии, Саянские просторы. И вот подобные темы очень интересны туристам. Особенно вот сейчас, когда внутренний туризм активно развивается. Конечно, мы им должны предложить нормальную, внятную, понятную, стильную инфраструктуру. Брендирование транспорта – это часть большой работы по созданию удобных условий для туристов. На трассах планируется установить стеллы, навигацию, привести в порядок внешние виды придорожных кафе. Тем временем «Енисейская Сибирь» становится мощным территориальным брендом, который работает на узнавание Красноярского края, Хакасии и Тывы в России и за рубежом. Эти регионы прежде всего объединяют уникальные ландшафты. Единственные в своем роде памятники природы и места, которые формируют интересные маршруты. Здесь сохранилось наследие сибирских древних культур. И вместе с этим появились гении, ставшие достоянием современности. Цифры коронавирусной статистики вновь растут вверх. Больницы переполнены, лечебные заведения меняют профиль. Некоторые начинают паниковать, как защититься от болезни и когда это все закончится. Сохраняют спокойствие те, кто уже привык каждый день вести борьбу с COVID-19. О ситуации в регионах расскажем прямо сейчас. Праздничный повод, хорошее настроение и неожиданный поворот событий. Наталья Владимировна ездила на свадьбу внука. Вернулась домой с положительными эмоциями и плохим самочувствием. Не придала этому значения. Температура, хоть и держалась стабильно, была небольшой. Женщина сама назначила антибиотик и начала лечение. Через четыре дня стало настолько плохо, что вызвала скорую. Оказалась в стационаре в Центре помощи и спасения. У меня такая благодарность к медперсоналу, ко всем. Начиная от Александра Васильевича, заканчивая с санитарками, с медвратами, с сестрами, медсестрами. Это вообще… Они меня вытащили с того света. Буквально. Вот это хорошая аппаратура. И главное – внимание, очень хорошее внимание. Они нас, ну, считайте, не оставляют меня на минуту. Я прошла дверью анимации. Ого! Да. И вот это… Так они каждую минуту за нами смотрели. Когда поражены лёгкие, одного настроя на выздоровление недостаточно. Нужна помощь специалистов. Такие работают в учреждениях, которые год назад построили специально для лечения больных коронавирусом. По инициативе мецената и основателя компании «Русал» Олега Дерипаски. Он и сегодня поддерживает каждый из центров помощи и спасения. Личность и поток пациентов, безусловно, стало больше тяжёлых, кислородозависимых пациентов. «Русал» нас не забывает. Вот не так давно было приобретено нам два дефибриллятора высокого класса. И да, в остальном всего хватает. Не хватает только одного – сил. Врачи работают намного больше, чем отдыхают. Нужно следить за каждым пациентом, изучать, как меняется болезнь из-за мутации вируса. С начала работы центра прошёл уже довольно большой промежуток времени. За это время вышло как минимум три новые редакции по рекомендациям. По поводу лечения к нам приезжал главный инфекционный врач Российской Федерации Чуланов. Мы с ним обсуждали вопрос, что течение, в принципе, ковида поменялось. Из этого исходя и поменялись рекомендации по лечению. Поэтому да, всё меняется, не стоит на месте. Есть и новые препараты, и новое оборудование. В центрах помощи и спасения уже вылечили более 8 тысяч человек. Однако, отмечают специалисты, болезнь стала развиваться стремительнее, а значит, расслабляться нельзя. Старайтесь не бывать в людных местах. Следите за состоянием здоровья. И если нет противопоказаний, сделайте прививку. Мы очень переживаем за тяжесть течения очередной волны подъёма новой коронавирусной инфекции. Естественно, за количество летальных исходов, потому что, к сожалению, каждая новая волна не делает этот вирус менее боеспособным, что ли, да? А наоборот, он становится более агрессивным и несёт за собой более весомые последствия для здоровья человека. Поэтому вакцинироваться нужно. Вакцинироваться нужно буквально сегодня. Продолжение следует...